Сегодня до студии нового дня завитали организаторы Clever Fan Show Наталья Татаренко и Максим Бусло. Витаем у вас. Доброе утро. Итак, друзья, интеллектуальные игры для молодежи. Как вообще возникла такая идея создать именно интеллектуальные игры, а не какой-то другой рот развлечений? На самом деле, мы когда еще начали заниматься только квест-комнатами, мы в Киеве сидели с кумовьями и думали, что бы такого интересного сделать. Нам предложили сходить на игру. Это была игра одного из поставщиков в городе Киеве. Мы сходили, нам понравилось, решили сделать для себя. Для чего? Для того, чтобы проводить дни рождения. И с самого начала, первые где-то месяца 2-3, мы проводили просто у себя в кругу друзей дни рождения таким образом и просто так развлекались в компании у себя. Потом нам предложили, ребята, провести одну из таких игр и пошло-поехало потихоньку. Теперь проводится вот в двух странах и в четырех городах мира. Ну, заинтересовали. Теперь интересно, каким образом проходят ваши интеллектуальные игры? Мы набираем команды. В команде участвуют от двух до шести человек. И, ну, как бы в основном сейчас ВКонтакте, Фейсбуке у нас есть страница, потому что, как бы, все там общаются. И мы делаем объявления, вот, и люди, которым это интересно, у нас уже есть постоянные команды, там, как бы, там уже сразу после игры они сразу бронируют, вот. И новые люди, они, как бы, записываются. То есть, либо, либо по телефону у нас там есть информация, тоже можно позвонить, узнать, либо на сайте. Для того, чтобы принять участие в ваших играх, необходим какой-то запас знаний определенный? Люди проходят какую-то подготовку? Или это просто для души, и люди показывают свои истинные знания? Ну, как, смотрите, дело в том, что вообще изначально эта игра создавалась для того, чтобы, наверное, все-таки узнать что-то большее. Не обязательно быть каким-то гением в бабочке, дружить с Андросовым и ходить на что, где, когда Украина. Да, там есть некоторые вопросы, которые достаточно сложные, и нужно иметь багаж знаний, но в основном это эрудиция, это смекалка, логика, ну, и везение. Иногда это фарт, и тоже очень сильно помогает и фарт тоже. То есть, это не только интеллектуальные, но еще и развивающие игры, которые могут чему-то научить? Да. Да, могут чему-то научить. Еще мы заметили такое, что люди хотят веселиться. То есть, да, это интеллектуально. Это немаловажная часть. Да, ну, как бы у нас формат такой, что в игре проводится 6 раундов. Эти все раунды, они абсолютно разные. Да, есть такие, как бы, там надо думать, а есть веселый конкурс, называется Абра-кадабра. Ну, я не буду, как бы, вдаваться в подробности, потому что там есть такие слова, которые просто не запоминаешь. Поэтому надо прийти и поиграть. Помимо того, что есть интеллектуальные конкурсы, вы сказали, что есть развлекательные конкурсы. Какая еще развлекательная программа есть для молодежи? Почему стоит прийти и действительно потратить время на ваши интеллектуальные игры? Ну, вот смотрите, если команда пришла и достаточно слабо себя чувствует на шоу, и не смогла заработать нужное количество баллов для того, чтобы занять призовое место, в конце игры она все равно может уйти с самым главным призом. По результатам игры у нас вручаются кубки за первое, второе, третье место игры. В сезоне вручаются кубки сезона, команде, которая заняла больше всего призовых мест, как говорится, чемпионы сезона. Но во время игры команды зарабатывают фишки. Это пластмассовые штончики с обычного детского конструктора, советского называется «Снежинка», по-моему, да? Вот. И в конце производится аукцион, на котором чисто такие вот сувениры тематические, кое-какие призы разыгрываются, и люди борются за него методом перебивания ставки друг друга. То есть одна команда ставит, допустим, 10 монет за какой-то лот, а вторая команда ставит 12 раз, и кто выиграет, забирает именно этот приз. Это просто физически такое... Люди зарабатывают вот эти жетончики за каждый правильный ответ, а потом их отдают обратно. Вот в таком формате получается приз. И каждая команда может бороться именно за тот приз, который им нужен. А не просто вручить кому-то что-нибудь, лишь бы... Это достаточно интересно, то, что вы обращаете внимание на интересы каждой команды. Но вот вы сказали, что не ограничивается одной игрой, люди приходят в следующие сезоны, команды занимают первое-второе место. Про это хотелось бы узнать подробнее. Просто именно как... Как именно проходят игры, и что нужно команде для того, чтобы выйти на следующий этап? И сколько всего этапов? Ну, для начала нужно собрать команду. Хотя у нас есть такая маленькая легенда. Пришла пара людей, которые просто захотели поиграть, вдвоем играть тяжело. И просто за соседним столиком сидели, обедали еще пара людей. Предложили им сесть поиграть, они сели поиграли, по сегодняшний день они играют команды, и они идут на кубок сезона. Первое место. Это команда, которая просто сошлась, незнакомые люди. Как проходит, собирается команда, присаживается за столик. Мы на экране на большом задаем вопрос. Этот вопрос либо видео, либо аудио, либо просто на интуицию, на логику. Люди на бланке специальном на него отвечают. Наши девочки потом их проверяют, эти вопросы на правильность. И по результатам каждого раунда разносятся эти жетоны по столам. У нас в среднем 6-7 раундов. Когда проигрывают, ну, после 3-4 раунда перерывы, когда проигрывается 6 раундов, аукцион и награждение. Награждение. Кроме кубков, какие еще призы, чем вы поощряете своих игроков? Ну, как таковых призов у нас пока нет. Но у нас, мне кажется, это очень интересные лоты. На аукционе у нас мы разыгрываем скидки на посещение квест-комнат. Это тоже своего рода интеллектуальные игры. И на каждой игре у нас стабильно 2 квест-комнаты точно принимают тоже в этом участие. То есть люди пришли и отдохнули командно. Для меня клевер нравится тем, что это командная игра. И если, мы уже об этом говорили, да, но все равно, то есть кто-то может быть эрудированный, да, кто-то любит музыку, кто-то еще. И вот они командой поиграли у нас, да, а потом идут как бы дальше на интеллектуальное развлечение в квест-комнату. Вот такие у нас призов. А вот финальная игра сезона, когда она планируется, и могут ли успеть какие-то другие люди, которые тоже хотят собрать свою команду, втиснуться в игры? Проводить мы ее будем в воскресенье в Янке-Баре на Московской. Да, Московской и Спасской, да? В Янке-Баре. К сожалению, мест уже нет. У нас забронировалось на следующий день после окончания предфинальной игры, уже забронировалось все 14 команд. Есть люди, которые хотят тоже прийти, но мы их, единственное, что мы смогли сделать, это поставить их в очередь. Если какая-то команда откажется, тогда они смогут идти. Там уже просто не будет мест даже для зрителей, в принципе. У нас попросили одна команда хотя бы просто посмотреть. Мы сказали, приходите. А на обычные игры, не финал сезона, есть возможность зрителям прийти просто посмотреть? Если люди боятся участвовать, но все равно хотят узнать что-то новое и понаблюдать за игрой команды. Конечно, есть в этом Янке-Баре, есть барная стойка как бы, и вот люди приходят, ну, и они смотрят. Я, например, у меня есть знакомая, которая, она говорит, вот я вижу фотографии, там так весело, а я боюсь прийти. Я говорю, почему ты боишься прийти? Ну, потому что я вот не знаю каких-то ответов. Я говорю, ты приди, посмотри, а потом уже как бы, ну, соберешь команду, ну, не важно, что ты сегодня чего-то не знаешь, да? Ну, как бы будет такая игра, где ты что-то, ну, в любом случае, там, все равно ты ответишь верно, как бы, как-то так. Ну, что ж, даже меня заинтересовали своими интеллектуальными играми. Хотелось бы еще пару слов от вас для наших телезрителей. Почему им все-таки стоит сейчас собраться с мыслями, сказать, все, со следующего сезона я участвую в интеллектуальных играх этих ребят? Ну, во-первых, потому что со следующего сезона мы открываем вторую лигу, в которой мы сможем принять намного больше людей. Во-вторых, интеллектуальное развитие, интеллектуальный отдых всегда намного интереснее, чем что-либо другое. Ну, не знаю, а для меня это веселое время провождения в команде и эмоции, все эмоции очень хорошие, так что приходите играть в интеллектуальную игру и весело проводить время. Кстати, хотел пригласить вашу съемочную команду, придите к нам поиграть, мы будем рады видеть вас очень сильно у нас на игре. Спасибо большое, я думаю, что обязательно придем, потому что весело проводить время, а главное, полезно узнавать что-то новое, потому что сейчас это самое главное. Спасибо вам большое, желаю удачи с интеллектуальным игром и думаю, что финальная игра пройдет на все 100%. Субтитры подогнал «Симон»